В имя Отца и Сыне Святого Духа. Все мы знаем хорошо, дорогие братья и сестры, что Церковь Православная является хранительницей Священного Писания и Священного Предания. И мы знаем также, что Священное Предание древнее Священного Писания, поскольку первым записанным текстом Священного Писания, как мы все хорошо знаем, было Пятикнижье Моисеева, написанное Моисеем. Но то, что там описано, было до Моисея, начинается творение мира, когда Моисей еще не родился и еще задолго до того, как он появился на свет. Но то, что он записал, потом записал то, что сохранило Священное Предание Церкви. Также мы знаем, что и последняя книга Священного Писания, книга Откровения Иоанна Богослова, написана в Первом веке апостола Моисеем Иоанна Богослова. И жизнь в Церкви как бы проходит после этого как бы после Священного Предания. То есть Священное Предание, оно было, предшествовало Священному Писанию, и Священное Предание как бы и последует уже Священному Писанию. И Православная Церковь, как мы знаем, однозначно почитает и Священное Предание, и Священное Писание. То есть мы верим, что Богодухновенное Священное Писание это один из таких основных положений, догматов нашей Православной Церкви. И точно так же мы верим в Богодухновенность Священного Предания. Православная Церковь правда почитает и Священное Писание, и Священное Предание. Для нас это они одинаково, равнозначны по своему значению. И мы бы даже не знали о том, что существует Священное Писание, если бы мы не знали, не имели бы Священного Предания. Потому что именно Священное Предание донесло к нам, до нас, до нашего времени, сами тексты Священного Писания. И мы, конечно, должны всегда об этом помнить и придавать тоже огромное значение нашему Священному Преданию. Вот мы сейчас сегодня вспоминаем память Святых Отцов Шести Вселенских Соборов. Огромное значение в жизни Церкви имеют эти Вселенские Соборы. Поскольку, если бы их не было, то мы бы не знали бы, не имели бы нашей веры православной. Потому что именно Святые Отцы и Соборы Святых Отцов устанавливали истинность веры православной. Мы бы не имели символа веры. Мы бы не имели просто веры православной никакой. Невозможно было бы ее иметь, если бы не было, скажем, Святых Вселенских Соборов, которые свели воедино, которые подтвердили истину, истинное Богопочитание, то есть православие. И это подтвердили Вселенские Соборы. И мы верим в их Богодухновенность. Мы верим точно так же, что их деяния, этих Вселенских Соборов, продиктованы Духом Святым, так же, как продиктовано Духом Святым в Священное Писание. И священное предание нашей Церкви распространяется под времен Иисуса Христа по сегодняшний день. И Церковь Православная должна быть хранительницей этого священного предания. Не только хранительницей, но как бы и наша жизнь. Все, что мы делаем хорошего, то, как мы храним веру православную, оно тоже, если мы истинная Церковь, оно войдет все это в священное предание. У нас есть священное предание нашей русско-зарубежной Церкви, которая хранила Святое Православие в то время, пока здесь была безбожная власть. И наше духовное наследие, это духовное наследие русской Церкви, которая была все эти годы, коллеги, за границей. Потому что, как мы знаем, на нашей территории, на нашей территории, не возможно было свободная жизнь, свободное существование русской православной Церкви. И она была вынуждена, истинная подлинная Церковь Православная, в нелегальном положении, испытывать гонения, претерпевать. И она не могла жить полноценной, нормальной жизнью здесь, на территории нашей Родины. И поэтому она не могла просто хранить полноценно священное предание всей нашей исторической русской Церкви. Вот это священное предание было сохранено за рубежом нашей русской зарубежной Церкви. Поэтому мы и, как бы, исходим, и мы считаем своими отцами отцов русской зарубежной Церкви. И мы должны знать, прежде всего, духовное наследие русской Церкви, для того, чтобы, во-первых, самим спасаться, и, во-вторых, чтобы передать это духовное наследие следующим поколениям. Это очень серьезно. Жизнь в Церкви – это не просто хождение в храм и просто молитва. Жизнь в Церкви – это хранение священного писания и священного предания. Вот священное предание – это то, что живет, это та жизнь, которой мы живем. Она, по сути, является продолжением этого священного предания. И поэтому огромная ответственность лежит на всех нас. Огромная ответственность воспринять и передать последующим поколениям это богодохновенное предание православной Церкви. Потому что без предания, без живого предания невозможно вообще существование Церкви. Церковь – это последовательно передает свое учение, предание от одного поколения к другому. Это живое контакт, живое общение, невозможно предание узнать из книг. Если его нет в жизни, церковной общины, то оно уже практически его восстановить невозможно. Церковь предусматривает непрерывность от отцов к нынешнему поколению и к их потомкам. Непосредственная передача вот этой живой веры православной. Если это пресекается, то пресекается сама Церковь. И поэтому мы как раз верим, что зарубежная Церковь сохранила это живое предание. Там Церковь не пресеклась. У нас, на территории бывшего СССР, безбожного государства, это государство, дьявол, конечно, сделал все, чтобы разрубить эту живую связь священного предания от наших отцов к нам и к нашим потомкам. Поэтому мы должны изучать наше святоотечественное наследие, изучать жизнь отцов наших зарубежных церквей, как там жили православные христиане в условиях зарубежья. Они имели возможность сохранить веру православную и пронести ее в чистоте, пронести ее на наши дни. Вот теперь, как бы, наша задача передать эту веру нашим потомкам. Это великое дело и, конечно, это возможно только если благодать Духа Святого будет пребывать с нами. И не мы, конечно, но Дух Святый только можем передать эту истину нашим последующим поколениям. Спасибо, Господи. Богословение Господне на вас и благодать и человеколюбие и всегда ныне призна и вовеки в любом мире. Аминь. Слава тебе.